как быть с мыслями об измене у нас сын которому годик живем вместе 5 лет вроде бы все и окей но меня никак не покидают мысли об измене и разводе я понимаю что так не должно быть прошу бога освободить меня от этих истощающих душу и сердце мыслей но они как бы нависли надо мной я бы ответил так как я полагаю роз это женщина это женское имя я бы ответил так не может быть беспочвенной вот такое состояние такое искушение что-то этом предшествует однозначно за этим что-то стоит может быть это какой-то прошлый негативный опыт каких-то связей или 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 каких-то воспоминаний каких-то ассоциаций как мы уже говорили в начале нашей передачи когда люди создают семью они заключают это брак на законных условиях они должны быть верными то есть на человека возлагается много обязательств а человек по своему характеру он как бы свободолюбивый он предается страстям свободе мыслей фантазии и поведение до закон есть закон и супружеская верность это все имеет место потому возможно роз это какие-то прошлые связи возможно это вот такой характер и вы позволяете своим фантазиям куда-то уходить возможно как мы сейчас отвечали на вопросы муж более такой ну человек замкнутый тихий какой-то вот не знаю мало дарит комплиментов а вы приходите где-то в рабочий коллектив или или в другое место да кто-то подмечает вас кто-то обращает внимание на вас да но это однозначно должно быть искоренено однозначно категорически принципиально потому что любое действие начинается с мыслей мы пускаем это в сознание мы развиваем эту мысль она нам нравится мы и лелеем мы ее вскармливаем и если мужчине свойственно и изменять более физиологически то женщина изменяет более психологически это более такой растяжно затяжной процесс она она душевно прикипает на душевно развивает эти мысли больше носит в себе отдается кому-то душевно это порог это порочно это это не дозволено ни в какой форме категорически я советую если этого у вас в рабочем коллективу вплоть до того что вы должны оставить эту работу вы должны предпринимать радикальные меры если вы серьезно понимаете что это может привести вас к падению а это приведет вас к падению в любом случае если вы уже прямо задает вопрос вы должны срывать просто сигнализацию вы должны срывать стоп-кран вы должны бить тревогу каким образом конкретно находить корень сейчас не потом когда это случится сейчас находить корень сейчас сказать вот причина то ли это мое прошлое то ли это моя сентиментальность я повелась на какие-то комплименты то ли это мне не интересно дома всегда где-то с подружками я не знаю то ли вы читаете много каких-то книг романов любовных то ли вы смотрите фильмы какие-то я не знаю что это может быть дьявол может зайти разными путями ваше сердце но вы должны остановить этот корень иначе ваша семья развалится просто распадется если это тем более конкретный человек вы должны категорически прекратить всякую переписку по закрывать аккаунты в социальных сетях да да христос сказал конкретно если тебя соблазняет рука или глаз отсеки бросит себя отсеки закрой эти аккаунты ты должен бить тревогу предпринимать радикальные какие-то шаги идти к пастору исповедоваться конкретно говорить не в общем вы вы думаете что вы в общем задали вопросы и вы получите ответ не получите ответ вы должны быть достаточно мужественным человеком чтобы говорить правду себе и сказать вот проблема вот в такой-то день таком-то месте такому-то человеку я открыла свое сердце или открыл свое сердце я пустил эти мысли какие мысли блудливые мысли порочные мысли а мысль которую мы принимаем как я писал мы с ней растворяемся у нас теперь одна фамилия мы даже не замечаем как мы становимся одним целым это страшно это порочно я вспоминаю когда я еще был в свои 18 там 19 лет 20 до когда даже сон снился сон снился чего контролировать человек не может потому что сознание спит разум его спит а подсознание функционирует я поднимался на постели становился на колени я говорил господь я отрекаюсь от этого сна я не принимаю этой информации я разумом своим отказываюсь от того что что сейчас пришло в мое подсознание и отрекаюсь перед твоим лицом во имя иисуса христа я не приемлю этой информации я призывал кровь иисуса христа я ложился на постель и засыпал спокойным сном благослови вас бог не пускать этого всего чтобы потом не не вмешиваться уже хирургически лучше заниматься много в профилактикой своей духовной жизни